Вознесение Христа Никто ничего не знает Что же это за праздник Вознесение Христа Почему это вообще праздник Что это за событие Вознесение Господа Христа Она описана В Дух Евангелиях Давайте посмотрим Деяния Святых Апостолов 130 страница Нового Завета Деяния Апостолов 1 глава Что здесь написано Так, прочитаем Спаситель, значит, он Своих учеников собрал И с ними вошел на гору Ильонскую Синичная наша гора Пример 2 километра до Уерусалима Они там часто были С этой горы он спускался в Уерусалим Когда как царь входил в Святой город На этой же горе он Произнес свою знаменитую Знаменитые слова Которые описаны в Матвея 20 главах О кончине века На этой горе они часто были С учениками И вот на эту же гору Он с учениками в вас ходит И что говорит ему Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне свидетелем И в Иерусалиме Во все людей и Самарии И даже до края земли Сказав сие Вот событие, которое произошло На этой горе Это было последнее событие Из земной жизни нашего Господа Христа Сказав сие Он поднялся в глазах их И облако взяло его из виды И когда они смотрели на небо Во время восхождения его Вдруг пристали им два мужа В белой одежде И сказали Что вы стоите и смотрите на небо Все Иисус Вознесшийся от вас на небо Придет таким же образом Как вы видели его В восходящем На небо Вот это событие Также написано в Евангелии от Луки Давайте мы посмотрим Кстати, Деянин написал тоже Лука Еще раз Лука Об этом же событии нам пишет Луки 24-я глаза Ну с 50-го стиха Например, почитаем Там в конце, да? 99-я страница Нового Завета 49-й стих Я пошлю обетование отца моего на вас Вы же оставайтесь в городе Вилусалиме На хоре не обречетесь Симу и свыше И вывел их он из города До Вифании И подняв руки свои Благословил их И когда благословлял их Стал отдаляться от них И возноситься на небо Они поклонились ему И возвратились в Вилусалиме С великою радостью И пребывали всегда в раме Прославляя и благословляя Бога Аминь Итак, это событие Описывается в Библии Что же это за событие? Вот вознесение Христа Ну, вроде бы, как бы Земная жизнь его прошла Конечно, он сотворил искупление своей крестной смертью После чего, по писанию, через три дня Он воскрес, как и было в этом пророчестве Сообразном пророчестве Победил смерть Смертью смерть поправ И сущим Маграбаху И с нам, мертвецам, да Духовным, жизнь даровал Но, как бы, это не все то, что он сделал Мы часто забываем о том, что Вот о последней этой ступени Как Ярл Кейст называет Последняя ступень И вот последняя ступень Это и есть вознесение Христа Что же такое вознесение вообще Ну, как бы, почему это праздник Что оно нам дает, по большому счету Вы знаете, что в истории человечества Еще есть два случая, которые описаны Также в Писании, когда люди Были вознесены живыми на небо Первый, значит, раз об этом говорится Бытие, пятая глава Еще до потопа Свершилось с одним единственным человеком Бытие 5, 24 Был такой Енох Он был праведен перед Богом Да? И оно написано Бытие 5, 24 И ходил Енох перед Богом И не стал его Потому что Бог взял его Что-то странное произошло с Енохом Написано Кто из людей жил и не видел смерти Как бы все Вопрос риторический Но Был такой дяденька Енох Он жил, жил, жил Праведно ходил перед Богом Он Бог что сделал? Взял и взял его Живьем Енох был вознесен на небеса Не увидев этой земной смерти Которую все мы должны увидеть Также был еще один случай Больше о нем ничего не говорится Енох очень загадочная фигура Есть книга Еноха Которая патрифическая не вошла В канон Святого Писания Однако Иуда Послание Иуды Который входит в канон Писания Цитирует Еноха О нем говорил Енох Там седьмой этапы и так далее Еще есть один человек Который также Даша, закрой дверь Финн Который также был живьем Вознесен на небо Секрой просто прикрой Который тоже был живьем Вознесен на небо А четвертая книга Царств Вторая глава Вторая глава Был такой Пророк Божий Божий слуга Божий служитель Божий человек Имя ему Илья Вторая глава Частота книга Царств Одиннадцатый стих Давайте прочитаем Вот второй человек Который был живьем Взят на небеса Это Илья Когда они шли И дорогу Разговаривали Вдруг явилась колесница Огненная И кони Огненная Разлучили их обоих Илью и Елисей Его Помощника Разлучили их обоих И понес Илья Вихри на небо Смотрите Еще один эпизод И вот мы знаем Два человека Во плоте Были взяты живыми На небеса Это Енох Седьмой это дама Еще до потока Это пророк Божий И Илья Пророк Божий Был на окне Взят на небеса Также мы читаем Во Христе Что он был вознесен На небеса Вознесся Ну уже без Какой-либо помощи Это он взял сам И вот эти два человека Написано Кто из людей Жил и не видел смерти Также написано Служдено Человеку Однажды умереть А потом суд И на суд Божий Предстанут люди Только все Воскресшие Как же эти два человека Живыми взяты на небеса Но читая писание В откровении Мы видим Что в конце времен Вовремена Антихриста Явится два человека С ним Это как раз Два пророка Это будет Илья И Енох И Антихрист Убьет То есть они увидят Такие земную смерть Которая суждена Всим человеком После этого Конечно они воскресут И будут Наследовать С праведником То есть Ну это Так говорит нам Писание Они не писали Конкретно Что это будут они Ну и вообще И предания церковные И как бы Я тоже так считаю Что это будет они Итак Два человека В истории Волезет Инох Который Значит И Илья И что же Что за совершил Христос Давайте я сначала Вас спрошу Интересную вещь Вы знаете Что есть три вещи Которые Иисус Христос Взял с собой Земли На небе Просто взял с собой Земли На небе Три вещи Что это дорогие За вещи Это очень интересно На самом деле И через это Мы научим потихонечку Понимать Что же сотворил Христос В своем вознесении Что он нам дает Вообще Что такое произошло Первое Спаситель Воскресом теле Являлся апостолом Да Неоднократно Потом и 500 И 12 И так далее И так далее Читаем это писание И когда Фома Которого мы так и называем Во что даже В поговорку Фома неверующий Почему он такой неверующий Потому что он сказал Пока не увижу Дырки от везде Не поверю Что это он воскрес И когда Спаситель Являлся при закрытых дверях Он сказал Фома Иди сюда Вложи свои пальцы Вот дыры Ну мы не знаем Скорее чего Это были не в ладонях А вот здесь Между вот этих двух костей Значит В руку прививали Чтобы Не оторвался человек Чтоб висел Потому что Под тяжестью тела Если здесь полюбить Скорее всего Просто порвется Это позже И человек Упадет Прибивали Лучевая Вторая нитка Как это называется Между ним Вгоняли гвоздь И вот на этих Так он навесел Он говорит Иди вложи Значит Ты свою Врану мою От гвоздей Христос Воскресшем теле Явился И у него были Эти раны От гвоздей Это то Что Господь Взял с собой На небеса Первое Когда мы Увидим Воскресшего Христа Его славит Когда он пройдет Свою церковь Мы узнаем Его по этим Рану Они всегда будут Вечно Вечным напоминанием То есть Есть что-то На небесах Я не говорю Олега Об этом Голубом Который мы видим Варна А они Духовно Где пребывает Бог Небеса Небеса Там находится Спаситель наш Одесную Бога Отца Вы знаете Одесну Значит По правой Ставер Правой Руки Неверно Понимаешь Какой Бог Какой сидит Такой Седа Влас Истарис И справа От него Сидит Господь Иисус Христос Он Вездесущее Наполняет Все Собою У него нет Правой Или левой Стороны У него нет Физического Тела Которого Мы можем Потрогать И не стоит Его представлять Себе Таким Седовластым Ставцем Как его Рисуют Порой Во многих Храмах Я видел Спас На крови Когда Заходишь На Грибаевском Канале Там Наверху Старец Сидит Седовластым На троне И Рядом Спаситель Я спрашивал Кто это Нарисован И как бы Люди Стеснялись Сказать Что это Бог Отец Потому что Мы не можем Рисовать Не видел У нас Никто Никто Никогда Не видел Мы можем Рисовать Христа Как Он был Явным Телью Человечества Очень Важным Но Бога Отца Никто Не видел Никогда И Больше Он И Говорит Если Говорите Себе Образ Никак Вы Не Попробую Стану Но Должна Примать Что Он Находится В славе Божьей Славе Бога Отца Вознялся Не писать Находится Славе Бога Отца И Он Находится Там С Этими Ранами Эти Раны Раны Сотворили Люди Люди Сделали Раны Мы Вбивали Гвозди В Его Руки То есть Есть Что Тварное Наверху На самом Славе Славе Небес Славе Человеческое Творение Не очень Удачно Не очень Красиво Очень Приятно Но Однак Оно Свидетельствует О Неизменной Божьей Любви О том Что Господь Своё Тело Отдался На Мучение Отверзание Человек Это Значит Раны Гвоздей Второе Что Присутствует На Небесах Давайте Попрочитаем С вами Это Тоже Интересно Евангелие Матфея В самом Начале Нового Завета Написано В первой Главе Иосиф Жимуш Е Говорится Так Рождество 18 Было Так По Обручению Матери Марии С Иосифом Прежде Нежели Сочетались Они Оказалось Что Она Имеет Во чреве От Духа Святого То есть Она Была Беременна Хотя Иосиф И Будущий Муж Они Еще Не Сочетались У Небесах Остался Как Муж Женщина Но Она Уже Беременна Она Имела Духа Святого Как Мы Исповедуем Нигейский Симул Вера Что Родившись От Духа Святого И Марии Девы 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 Беременна Духа Грехов И И Дальше 24 И Стапа До Сна Иосиф Поступил Как Давайте Еще Почитаем 22 И Все Сне Проносло Досбудется Леченое Господом Через Пророка Который Дева В очереде Примет Родить Сына И Нарекут Ему Имя И Что Значит С Нами Бог Стапа До Сна Иосиф Поступил Как Повелел Ангел Господь Принял Жену Свою И Наконец Она Родила Сына Своего Первенца И Он Нарек Ему Имя Иисус Это Имя Наш Господь Получил Здесь На земле Сам Бог Отец Сказал Через Ангела Иосифу Как Должно Назвать Христа Иисус И Это Имя Он Получил Здесь На земле Здесь Так Его Назвали И С Этим Именем Он Вознесся Во Славе На Небеса Давайте Прочитаем С вами Филиппинцам Седьмого По Одиннадцатый Степ Двести Сорковая Страница Но Говорится о Христе Он Будучи Образом Божьим Не почитал Хищением Быть равным Богу Что очень важно Но уничижил Себя Самого Приняв Образ Рапа Сделавшись Подобным Человеком И по виду Ставка Человек Он Воспринял Человеческое Тело Смирил Себя Быв Послушным Даже До смерти И смерти Крестной Был Послушен Отцу Во всем Посему И Бог Превознес Его Имя Выше Всякого Имени Что Это За Имя Друзья Дабы Перед Именем Иисуса Преклонилось Всякое Колено Небесное Земное И Преисподне Всех Абсолютно Ангелов Божьих Перепончатых Ангелов Падших Всех Людей Земных Небесных Преисподнят И Всякий Язык Исповедовал Что Господь Иисус Христос Славу Бога Отца Это Имя Он Получил Здесь На Земле С Этим Именем Он Вознется Во Славу И Пребывает Небес 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 Время 10 Глава 5 Стив Давайте Мы Прочитаем Евреям 10 5 Послание Евреям 10 Глава Это Не Восхотел Вот Эти Кольцов И Котлов И Овнов Там И Всего Остального Но Тело Уготовил Мне Тело Жертву Тельцов Уготовил Мне Тело Уготовил Это Пятый Стих И Десятый Стих По Сей Товоле Освященным Единократным Приношением Тело Иисуса Христа И Вот Тело Оно Было Принесено Жертву Это Единократное Приношение Навсегда Сделало Совершенно Освящаемого 14 И Водним Приношением Навсегда Сделало Совершенными Освящаемых И Так Вот Это Тело Которое Имел Христос Здесь На Земле Он Вочеловечился Воплотился В Человек Мы Читаем И Тесли Символ Вер Вер Господу Иисуса Христа Сына Божьей Народного Отца Рожденного Прежде Всех Бог Бога Что мы читаем В Никейском Всеволе Верии Которого Исповедуем Что Воплотив Сшедшего С небес Ради Нас И спасения Нашего Ради Воплотившимся Духа Святого И Марии И Девы И И Человечившегося Он Воспринял На себя Настоящее Натуральное Человеческое Тело Такое Как и Межты И Я И в этом Теле Воскресшем Когда он Воскрес Конечно Это тело Немного Как и Было Человеческое И Остается Человеческим Телом И Что Случилось В момент Вознесения Когда он Вознес Друзья Слава Небес Слава Бога Отца Он Вознес Человеческом Теле Что Это Я Себе Высосил Такой Класс Форм Я Сам Когда Дошел Так Минус Мера Передернула Человеческая Личность Вошла Друзья В Святую Троицу Просто Думайся Христос Внес Нашу Плод Человеческую И Дух Душа И Тело Все Как У Тебя В Божию Славу Внес Тварную Природу Божьей Истерством Мы С вами Тварные Люди Нас Сотворили Бог Нет Вареного Никто Никогда Не Сотворял Христос Рожденный Несотворенный Однако В Человеческом Теле Он Родился От Девы Правильно Покорился Закон И так далее И в этом Теле Он Вознес Поменялось Вообще Все Друзья Бог Который В неприступном Свете Живет Который Наполняет Все Собой И Который Всемогущий Все Держители Небо И Земли Взлет Бог В составе Своей Троицы Закон Конечно Человеческое Что Человеческое 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 Дум crazy Класс Природа Человеческой Так Вы Представьте Просто Представьте Человеческое В человеческом теле Христос вознесся на небеса, и сидит, и узнав, и отца. И если ты хочешь посмотреть на Бога, как Христос говорит, как же посмотреть на Бога, какой он Бог, да? Он говорит, видишь и меня, видя вы кого-то, и отца. Посмотри на Христа, и это и есть Бог. В человеческом теле, ты представь, насколько высоко Он поднимает нашу природу. Наша природа не просто, знаете, как эксперимент, как говорят все-таки там разные атеисты, металисты. Ни человек, ни удавшийся эксперимент, съел эту грушу, все, теперь страшный суд, Бог себя накажет. Нет, человеческое тело, наше естество, наша природа, дух и душа наше человечество. Настолько прославлено Господом Христом, что взята Одесную Отца. Одесную Отца. Славь небес, выше не бывает. И просто представь, насколько это прославленный момент. И когда в 14 главе Евангелия Адриана Иисус Христос говорит о будущем своем вознесении, Он говорит такие слова своим ученикам. Да не смущается сердце, ваше веруйте, в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, вот чем занимается сейчас, грубо говоря, наш Спаситель. Приду опять, мы ожидаем его, да? И возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Ну, воскресенье, в новых обновленных человеческих телах. Мы не будем ангелами, которые не имеют плоти, которые не имеют пола. Они летают, как эти духи тварные, да? Мы люди, мы уже сотворены людьми. И наша природа, она только изменится, она прославится, да? Но мы не станем какими-то другими там существами, непонятными гуманоидами или еще кем-то. Мы останемся людьми. Потому что наша человеческая природа получила доступ в небеса, в самую славу Бога Отца, в вечность, благодаря вознесению Христа, когда он вознесся в человеческом теле. И куда я иду, вы знаете, и пусть знаете. Итак, это интересно. Знаете, какая пьяня, первая глава, 10-й, 11-й стихи. Там тоже, ну, как раз описывается, мы с вами прочитали, Вознесение Христа. И там интересный такой момент. Они стоят и смотрят в небеса, и ангелы являются. Он говорит, мужик, что вы смотрите, да? И когда они смотрели на небо во время восхождения, мы читаем, и он их портал руки и благословлял их, и благословляя, вознесся. Последнее, что сделал здесь Господь на земле, благословлял своих учеников. И благословляя, удалялся от них в облако, взял его, да? И когда они смотрели на небо во время восхождения, вдруг представлен два мужа в белой одежде, и сказали мужик-галерейские, что стоите, смотрите на небо. И Ангел Златоуз говорит, что к нам бы сейчас, скорее всего, так они не обратились. Они бы нам сказали, что стоите, смотрите на землю. Потому что мы часто забываем, куда ушел нас Господь, и откуда он должен прийти. И написано, о бурне помышляйте, а не земном. Но наша жизнь, она обремена заботами, делами житейскими и всякими прочими страстями и похотями. И поэтому мы смотрим на землю, где змей ползает, падший, а херувим осеняющий, он не может на небо смотреть, он уже смотрит вниз, он ползает на земле. И тоже Златоуз говорит интересные слова, что, если не хочешь быть укусан змеей, который ползает внизу, стань выше, да? О горнем помышляйте, а не о земном. Преподремись чуть-чуть над этим, чтобы она до тебя не дотянула. Сей Иисус возле, сей Иисус, не какой-нибудь другой, а именно сей, именно в этом человеческом теле, именно сей Иисус, который отбывал ученикам ноги, который исцелял, воскрешал людей, исцелял больных, слепые видели, хромые нам ходили, вот именно сей Иисус, который хлеб преломлял, именно сей Иисус, который говорил слова, которые написаны в Евангелии, вот именно Он, воздевшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо. И тут интересная реакция апостола, в Евангелии от Луки, тот и сам Ассо, что Деяния пишут интересные слова. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И кажется, с чего здесь такая радость? Господь ушел от них на небеса, славу небес, они остались здесь на земле, и они с большой радостью возвратились. Откуда эта радость? Что это за радость? Ты когда с кем-то прощаешься, знаешь, что-то сильно радуешься, даже если бы на время прощаешься, все равно как-то расслабание, а тем более с любимым Учителем, с Господом, Христом, Воскрешим, который познали во всей славе, они радовались, потому что Он обещал вернуться нас. Потому что Он сказал, я потом приготовлю место вам и возьму вас к себе. От того они и радовались. И больше того, Спаситель сказал, что Он не оставит нас сиротами и пошлет нам обетованного Духа Святого. Но это следующее, в воскресенье будет праздник перед десятицем. Он тоже с вами поговорил. Иногда где-нибудь вводят заблуждение такое место, Евангелие от Матфея, первую главу, которую мы с вами сейчас только что прочитали. Здесь написаны такие слова. Родит же сына, значит, первая глава. Иосиф же мужу и будешь праведен, не желая огласить его, как это тайно пустить ее. Но когда он помыслил, и Ангел Господень явился ему во сне, и сказал, Иосиф, сын Давида, не бойся принять жену Сурмарию, ибо родившиеся в ней, и от Духа Святого родивший сына, и наречешь ему имя Иисус. Ибо он спасет людей своих от грехов. А все сие произошло, и будет зареченное Господом через пророка, который говорит, и вот пророчество, которое было до этого сказано. Сидево в очереве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Что значит с нами Бог? Интересно. Ангелу, он говорит, Ангелу, и Иосиф говорит, все же мы имя Иисус, а в пророчестве написано, что будет ему имя? Эммануил. И как-то непонятно, так Иисус или Эммануил был. И дальше, стоп, отстань, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца, и он, он нарек ему имя Иисус. И действительно, земное имя нашего Господа Иисуса. Но если мы внимательно посмотрим написание, здесь написано, что ты наречешь ему имя Иисуса. И в конце говорится, и он нарек ему имя Иисуса. Это то, что сделал Иосиф. А в пророчестве говорится, сидево в очреве, примет ради цена, и нарекут ему имя, Имануил, что значит с нами Бог. Итак, друзья мои, как же это понять? В первом постановке Тимофея, 3,16 написано, и беспрекословно, в великое благочестие тайна, Бог явился воплоти. Итак, сам Бог является воплоти. Это тайна. И люди, которые познают эту тайну, те и нарекают имя Христу. Имануил, что значит с нами Бог. И чтобы наречь ему имя Имануил, мы должны познать и понять, что Иисус, это не просто земной человек, хороший, учитель, добрый, лекарь, который всех исцелял, кормил там плюшками, булками, но это Бог воплоти. Беспрекословно, великое благочестие тайна. И эту тайну открывает нам Святой Бог через свое святое слово Святую Библию. Это и есть тайна, которую мир не может понять и принять. И чтобы понять эту тайну, тебе нужно откровение свыше. Когда Спаситель спросил Петра, за кого почитают меня люди, и тогда Петр говорит, ты, Христос, Сын Бога живого, благословен ты, Симон Иоанн. Потому что не плод и кровь, то есть не люди открыли тебе это, но отец, Пописар. Это откровение свыше, откровение от Бога. И люди, получившие это откровение, действительно нарекают Христу имя Имануил, что значит с нами Бог называет его Богом во плоти. А вот об этом говорится в пророчестве и так же это, разумеется, это место Писания, первое послание Тимофею. Это очень первая глава Евангелия от Матвея. Это очень важно. Так что мы должны все-таки понять с вами, друзья, что... Я заканчиваю, хочу еще раз ваше внимание обратить на то, что «Человеческая природа Божьего естества в человеческой природе вознеслась в Божье естество. Одно из них, Святой Троицы, имеет человеческое тело. Такое у тебя, у меня, человеческую природу». Бог не отверг. Не отверг ни человеческое тело, ни нашу душу со всеми ее вытаскиваем, ни наш дух. Господь осветил их, и они вознеслись на небеса. Одеснули. Такой же доступ сегодня имеешь ты и я благодаря Госпожи от Иисуса Христа, Его страданиям грезной смерти, Его святой крови, которая очищает нас от всякого греха, Его вознесение. Он вознесся во славе. Он принят небесами. Понимаете? И наше человеческое тело, оно будет так же прославлено, как и у Господа Христа. А потом говорит, первое послание Иоанна, по-моему, четвертая глава. Первое послание Иоанна, извините, третья глава. Смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Дети Божьи. Спаситель сам называет себя сыном человеческим, потому что он имеет человеческую пророду. Однако Писание называет его постоянно сыном Божьим. И в этом месте автор, докладленный Святым Духом, называет и нас Божьими детьми. И Спаситель, находясь на земле, называет их друзьями апостолов, называет их братьями. А в одном месте, когда мать его земная с братьями пришли и хотели забрать его из дома, где он учил, потому что они думали, что он сошел с ума, что-то с ним случилось, был обычным сыном плотника, а тут какие-то вещи ревизионные в дворе, они пришли за ним и за многолюдство не могли пройти, кого-то послали и ему сказали мать и братья твоего, он сказал мать и братья мои, тот, кто слушает, исполняет своего Божья. Вот, кто матери и братья мои. И в другом месте Спаситель называет апостолов братья. А так, как ты можешь быть братом Богу? Очень просто, дорогой друг, восстановленный небесным отцом. Восстановленный небесным отцом. И благодаря тому, как у Господа Христа и ты возьмешься на небеса в своей человеческой природе ты являешься частью божества. Это звучит, как ересь, о, часть божества. Да, являющийся частью божества. Частью. И когда написано, что Иисус Христос есть глава, а мы оттенны его, это церковь. И когда мы причащаемся святых Божьих Таинств, мы становимся частью тела Христа. Это тоже великая тайна. Мы становимся невестой Христа. Значит так, какую любовь нам вам отец, чтобы называться и быть детьми божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его возлюбленный. Мы теперь дети Божьи. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему. Это как гром среди ясного неба. Потому что увидим его, как он есть. и всякий имеющийся надежду на него очищает себя, так как он чист. Мы будем подобны ему. За что цитана, падший ангел Люциферном осеняющий, Ируим был сброшен с небес. Он говорил, сердце своем, сяду в сонный богов на горе, добудем подобен всевышним. Он хотел подобие Божье, быть подобным Богу. За это, за эту гордость он был сброшен с небес. Но человеку, падшему человеку, уготована великая судьба. Ты будешь подобным всевышним. Ты не будешь благодаря всевышним. Благодаря Христу. Не по своим заслугам, не потому что такой красавчик, а потому что Христос в своем прославленном теле искупил тебя, в своем земном обычном теле искупил тебя, воскрес прославлен, такое же тело уготовлено он к тебе. И ты будешь, мы будем подобны ему, написанному. Это очень важно понять. Это великое приобретение. Это суперперспектива. Когда ты смотришь, не сравнивайся, ну, значит, высота человека. Как мы говорим, вот это высокий человек, большой человек, большие мысли, великий человек, великие дела. Не сравнивайся с президентом, не сравнивайся с олигархом, или там, я не знаю, с королем Швеции, не сравнивайся. Все это мусор. Ты будешь поддумен Всевышним. Обалдеть сейчас. Просто поддумен ты будешь поддумен Всевышним. Причем, по-честности, ты и не уросла, ты хочешь приобрести это место и звание. Звание дает тебе наш Господь, Иисус Иисус, и Великой милости, и Богодатель. И потому, что ты его достоин, потому, что он его достоин, и он дает тебе не всего-то. Так говорит Святое Писание. И Вознесение Христа открывает нам эту великую перспективу. Мы с вами будем вознесены по мгновению Бога, при властье Архангела. Помните? Церковь будет всегда вознесена. Слава Господу Иисусу Христу. Сегодня великий праздник. Мы вспоминаем Вознесение Господа Христа. Мы имеем большую перспективу. Большую. Давайте мы помолимся субтитры. Спасибо.